В торговле появятся новые цены. С 1 апреля Минторг предложил писать около старой привычной цены деноминированным. Если раньше на ценнике было, к примеру, 10 тысяч рублей, то теперь будет еще и 1 рубль. Это рекомендация, но привыкать к новым рублям и копейкам нам придется рано или поздно. Страна готовится к деноминации, которая произойдет по плану 1 июля. Как идет продвижение в новую денежную реальность знает Екатерина Балукова? Значит, берем 126 тысяч 200 рублей, делим на 10 тысяч, и получается у нас 12 рублей 62 копейки. Предприниматели, которые уже прошли школу деноминации 2000 года, сегодня знают, приходить к новым ценам нужно постепенно. Ведь открыв кошельки 1 июля покупатели, да и сами продавцы могут запутаться в старых и новых деньгах. Получается, человек пришел покупать что-нибудь, тут уже подготовлены новые ценники. То есть нам будет проще взаиморасчет произвести, чем если бы мы это не сделали. Что скрывать? Новые ценники непривычны глазу покупателя. Требуется время, чтобы сопоставить цифры. Мы решили узнать, готовы ли могилевчане к новым ценам. Случайным прохожим мы покажем вот эту сумму 126 тысяч 300 рублей. И попросим их рассказать, какое она будет после деноминации. Ну, не знаю, 12 тысяч будет. 126 300. 12 рублей 60 копеек. Сколько нулей убираем? По-моему, 3-4-3. 12 рублей. И сколько копеек? 3 копейки. По информации Министерства торговли, округлять мы будем именно до копейки. Кстати, она же наименьший номинал, эквивалентный 100 сегодняшним рублям. Здесь все просто. А вот что касается покупки товаров на вес, придется использовать арифметические правила округления. Все до 5 в меньшую сторону, все, что 5 и более, в большую. Ввести новые двойные ценники на товары и услуги рекомендовано с 1 апреля. В настоящее время Министерством торговли разработаны подробные рекомендации по оформлению цены, в которых допускается указание цены различным шрифтом и различным цветом. Вот образцы с сайта Министерства. Цена до и после деноминации может указываться как сверху вниз, так и слева направо. За основу можно брать любой из вариантов. Размер, цвет, форма и расположение реквизитов свободные. Вся подробная информация о порядке оформления ценников размещена на сайте Могилевского областного исполнительного комитета в разделе «Торговля» под раздел «Деноминация». 1 июля 2016 года указание двойной цены из рекомендаций станет обязательным требованием. В этот день в Беларуси проведут деноминацию.